Друзья, всем привет! Вы на канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать! Сегодня будем отмывать грязный пол. Я немного приполела, у меня болит горло, но сейчас уже чувствую себя хорошо, поэтому вновь встрою, вновь с камеры и снимаю для вас полезные видео. Тем более, я обещала вам до Нового года снять ролик, рассказать, как помыть грязный пол от пыли, грязи, лепкого жира. Многие подписчики просили показать народные способы, кто-то просил порекомендовать магазинное средство. И был еще запрос, подписчица просила порекомендовать способ для профилактики против муравьев, клопов и другой вот жирности, которая может заводиться на обоях, на полу и так далее. Давайте начнем с народного способа. В народном рецепте будет скипидар. Скипидар продается абсолютно во всех хозяйственных магазинах. Друзья, скипидар хорош тем, что он отмывает стойкие, серьезные загрязнения. Сначала, конечно, пылесосом собираю мусор, основную грязь, для того, чтобы у меня уборка была максимально аккуратной. Затем беру теплую воду и наливаю 2 столовые ложки скипидара. И обязательно хозяйственное мыло. Ну, либо средство для мытья посуды, то есть какой-то обезжириватель. Но для мылкости обязательно нужно добавить либо мыло, либо посудовое. Беру булку и там, где вот такие вот засохшие стойкие загрязнения, сначала их, конечно, нужно размягчить. Можно на стойкие пятна, я вам уже сказала, прям нанести чистый скипидар. Для того, чтобы они лучше отмылись. И для того, чтобы, друзья, облегчить чистку, есть еще вот такая вот щетка-скребок. То есть здесь сверху, как наждачная бумага. Но никак, это, наверное, и есть наждачная бумага. Я тебе заказывала на Алиэкспресс, один покупала в Магните. Они абсолютно одинаковые. Вот так вот быстро можно все отмыть. Но запахи скипидара, конечно, чувствую, ребят. Вот в этом именно способом. Все, друзья, заканчиваем мыть. Вот это щетка, конечно, очень быстро. Приводить в порядок и модель. Блестящий, чистый. Мне результат очень нравится. Это был народный способ. Если нужно отмыть грязный пол, берите скипидар, берите хорошие щетки. И легко, без проблем, все очистите. Плюс еще дезинфекция от муравьев, от клопов, блох и так далее. Скипидар, в этом плане, мне кажется, лучше спаситель. Дальше чищу грязный участок, который находится рядом с плитой и рядом с окном. То есть получается жир с плиты, пыль, грязь с окна. Все покрыто липкой пленкой. Вот такие вот грязные обои. Чистят под универсальным моющим средством. Называется универсал фуан и у него PH 8,5. Оно концентрировано, его нужно разводить. Для легкой уборки я добавляю где-то 2 колпачка на ведро. Если нужно почистить сильные стойкие загрязнения, на ведро добавляю 100 мл. Если загрязнения прям совсем такие закаменелые, я средства не развожу, прям концентрированные. Наношу на пятно, на грязный участок, даю поконтактировать. Мгновенно все размягчается и очень быстро и легко чистится. Нанесла на скребок и распределяю. И так, друзья, прошло минут 5. Дольше контактировать не так, потому что все-таки это обои. Пробую суть. Обои я почистила концентратом, затем теплой водой и тряпочкой. Наверное, на этом остановлюсь, потому что все равно в этом месте стоит холодильник. Видно, что обои стали значительно чище. Сами по себе обои плохого качества, они вообще крайне сложно поддаются чистке. Все загрязнения, вот в эту вот виниловую, что ли, вот прорезиненную какую-то основу, они прям въедаются. Вот все, что было снаружи, я счистила. Дальше просто боюсь чистить, боюсь уже повредить сами обои. Но если вот хорошие такие моющие обои, они, конечно, чистятся без проблем. А здесь, получается, обои впитывают вот эту вот всю грязь, как ластик. И затем уже просто закрепляют эту грязь внутри себя. И очистить крайне тяжело. Но мне кажется, все равно результат хороший, самое главное, без усилий. Нанесла 5 минут, подержала и смыла. Основные загрязнения на полу, это уже такая достаточно толстая пленка липкого жира. Сверху она покрыта пылью, грязью, то есть, ну, такие серьезные загрязнения. Значит, беру концентрат, на 3 литра добавляю миллилитров 50. Я думаю, что этого будет достаточно. Все, добавила. И думаю, чтобы все это было быстро, возьму скребок и скребку почищу. Либо вот такой вот скребок с абразивом. Вот непосредственно сам жир средство размягчает мгновенно. Там, где такой более сухой, нужно будет дать поконтактировать. Очень хорошо мыть плинтуса. Они прям на себя берут основной грязь в квартире. Но плинтусам мыть этим средством одно удовольствие. Очень быстро получается. Все, друзья, пол идеально чистый. Чистый линолеум, чистый плинтуса. На полу нет ни единой точки липкого жира. Все очистилось до скриба. И пол блестит. И что самое главное, нет никакого раздражающего, едкого запаха. Мне кажется, средство абсолютно ничем не пахнет. Вот такой вот чистый получился угол. Максимально отмыла обои. Вот насколько их можно было очистить, я это сделала. Я их отмыла. И решила еще почистить плитку, чтобы видео было для вас максимально полезным. Потому что подумала, что у кого-то на полу линолеум, у кого-то плитка, у кого-то ламинат. Так вот, концентрат чистит и плитку в том числе. Беру скребок, беру концентрат, разводить не буду. И прям этот концентрат наношу на плитку. Часть загрязнений счистится сразу, часть будет контактировать. Контактировать минут 5-10. Главное, чтобы поверхность не пересыхала. Если только будет пересыхать, то будет напрасный труд. Нужно, чтобы поверхность была влажной. Вот, смотрите. Насколько податливым стал липкий жир. Немножко ваших усилий. И все будет чистенько. Вот здесь не наносила, но тем не менее, все равно счищается. Потому что очень мощное средство. Вот именно в виде концентрата. Можно развести водой и почистить кухню, столешницу, если у вас в незапущенном состоянии. Просто такая ежедневная, еженедельная уборка. Промыла водой и вот такой вот хороший результат. Все чистое, все белое. На этом, друзья, заканчиваю свое видео. Надеюсь, что оно было для вас интересным, полезным. Буду рада, если что-то для себя возьмете на заметку. Традиционно показываю те средства, которые использовала в видео. Значит, была у меня вот такая вот щетка-скребок. Ее можно заказать через Алиэкспресс. Можно купить в Магните. На Алиэкспресс такая щетка дешевле. Значит, дальше у меня был скребок от бренда Паклан. Для наоборот в рецепте использовала скипидар. Скипидар покупали либо в строительном отделе, либо в хозяйственном магазине. И было вот такое вот мошевеловое хозяйственное мыло. Покупаю его в Магните. Магазинное средство у меня было Универсал Фуан. Друзья, думала, что закончу его, но нет. Еще осталось. Расходуется оно, кстати, очень экономично. Это концентрат. Ни разу не встречала его в продаже в своем городе. Заказываю либо на Азон, либо на Фалберис. Вот эта вот у меня бутылочка, которая уже полгода точно чищена абсолютно все. И кухонной поверхности, и пол мою. То есть, и для сложной, и для легкой уборки его использую. Мне очень нравится. Значит, заказала уже новую, потому что боюсь, что после Нового года производитель поднимет цену. Сейчас у производителя немного изменилась старая. Была квадратная, стала вот такая вот круглая. Значит, еще раз проговариваю название. Универсал Фуан. Наша московская фабрика. Друзья, всем вам огромное спасибо за просмотр. Легкой уборки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok